В начале пару слов о доказательствах бытия Бога вообще и о том, для чего они нужны. Для начала следует сказать, что доказательства бытия Бога не являются доказательствами в прямом математическом смысле. Сегодня больше принято говорить об аргументах в пользу бытия Бога. Эти аргументы могут быть принимаемы, могут быть отвергаемы, критикуемы, обсуждаемы. Но, тем не менее, они существуют. И я постараюсь сделать короткий обзор этих концепций. Итак, первое доказательство бытия Бога. Это антологическое доказательство существования Бога. Для начала следует оговорить, что доказательства сами по себе не являются глубоким изучением богословия и свойств Бога. Однако, они поддерживают самые первичные понятия о Боге. Итак, первое доказательство, которое представил Ансельм Кентерберийский, можно сформулировать как абсолютное бытие – это Бог. А, следовательно, абсолютное бытие должно существовать. Идея Бога существует в нашем сознании, в нашем разуме. Эта идея говорит о том, что должно существовать некоторое совершенное существо. Совершенное в смысле иерархическом. Оно должно быть наиболее совершенным. Должно существовать совершенство. И должна существовать превосходная степень. Таким образом, мы верим в то, что существует абсолютная справедливость. Мы верим в то, что существует абсолютная красота, что существует абсолютное милосердие, абсолютная доброта, абсолютная бесконечность. И все эти характеристики приписываются Божеству. Таким образом, мы можем сказать, что Бог – это сущность, выше которой нельзя ничего представить. Мы, как люди, обладая разумом, не можем представить чего-то, что было бы совершеннее, чем то, что я назвал. И Анселин Кентерберийский переходит к тому, что из этого утверждения он делает вывод о том, что, собственно говоря, существование – это тоже одна из характеристик, характеристик Бога. То есть, абсолютная сущность не может не существовать. И с этим сложно не согласиться. Если бы абсолютного бытия не существовало, то не могло бы существовать и наше с вами бытие, то есть, бытие частное, если можно так выразиться. Вот. По самому определению. Логика такова. А следовательно, Бог существует. Надо сказать, что эти аргументы, ну, пока что один аргумент, который я назвал, он работает именно в связке с другими, следующими аргументами. Они друг друга поддерживают и тем самым укрепляют. О которых, об этих аргументах будет идти речь в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok